Олег Романцев мог сделать игроком сборной любого россияне, но многие смогли использовать свой шанс в великом Спартаке 90-х и начал нулевых, но не Камалудин Ахмедов, хотя исходные данные этого защитника предполагали огромное будущее. В 16 лет лично Романцев перевел его в основной состав и был готов выпускать на поле, все потому что у Красно-Белых случился настоящий кризис защитной линии. Новички не просто приходили реже, чем уходили ветераны, все было еще круче, тренеру приходилось звать стариков обратно, а замены им в общем-то и не было. Ахмедов не смог стать рекордсменом только из-за юридической проблемы, его просто не смогли заявить до сезона 2003, но тогда Романцеву в последний раз удалось таки подписать приличных центр-дефов в главе со знаменитым Владиславом Вощуком. Шансы и до этого слегка упали, на последние сборы юниора вообще не взяли с командой, но для Камалудина ничего особо страшного в этом не было, в общей текучке Спартака, Червиченко игроки буквально терялись каждый год. Например, будущий лидер сборной Латвии Андрей Рубин просто исчез с базы, а через год покорил Евро 2004. С Ахмедовым судьба повела себя менее изощрен, но он просто продолжил постоянно играть за дубль.